Всем приветик! Ой, у нас жарища опять 33 градуса вроде говорят Вот, я уже видео сняла Сначала я видео сняла, а теперь И вспомнила, что я не сняла, не поздоровалась С вами вступление, как обычно Я думаю, ну, сейчас сниму Сегодня у меня видео Будет мои заготовочки Готовка, что вкусненького Я готовила на ужин И мои покупочки Свалберис интересные Смотрите, поехали Так, мои покупочки с Валберис Купила Гель для стирки Сейчас все распакую, покажу Просто хочу показать, как упакован был Пятилитровая канистра Вот такая Короче, которая щелкает Штучка И еще сверху пакет Для посуды Мойки, таблетки Тут так в пакетике были И еще одну брошюрку заказала Это для Леры Сейчас распакую Все покажу Как вы сами знаете Сейчас очень дорогие порошки В магазинах Я зашла к гели Ну, я порошки не смотрела А гели Я зашла там, я не знаю Два литра, чуть не 600 рублей Вот, и что-то мне так это Жалко такие деньги На порошок отдавать Ну, я залезла в Валберис Думаю, может там подешевле И там, правда Вот канистрами есть Вот Пятилитровая канистра Вот этого порошка Стоит Ну, что такое 500 рублей Я все ссылочки оставлю под видео Ну, что-то около того 5 литров Пахнет вкусненько Не знаю Смотрела, конечно, по отзывам Отзывы, скажем так 50 на 50 Есть хорошие Есть плохие Не, наверное, больше хороших Все-таки отзывов Ну, взяла попробовать Пахнет так нежненько Ну, у меня приятный аромат такой Вчера мы уже даже попробовали Постирать Пена, все хорошо Нормально Ну, как Я не знаю, как там сильно грязное белье стирать Если уж там совсем грязное Я просто у меня такого нету Если даже какие-то у меня пятна Я пользуюсь пятновыводителем Белые я добавляю отбеливатель Поэтому вот Для обычной повседневной стирки Мне кажется, нормально Подойдет эконом Написано Вот Такой Большая 5 литровая канистра Дальше Дальше заказала Попробовать тоже С Валберис Для посудомойки Таблетки Какие-то Корейские, по-моему Тоже Отзывы 50 на 50 Кто-то Пишет Прям все Все отблестит Вся посуда блестит Кто-то пишет Наоборот Хрень вообще ничего не отмывает Ну, взяла попробовать Что-то около 300-400 рублей 300 с чем-то, по-моему 30 таблеток Я не знаю Я покупаю дорогие когда Таблетки Да Я их в основном делю Пополам И пользуюсь половинками Мне оно хватает Очень надолго В принципе, выгодно И надолго Просто я в магазе Мне неохота было идти Я заказала Из-за этого только Ну, и попробовать Я не знаю Как эти будут Или нет У меня, правда Машинка маленькая Ну, 45 сантиметров Да Поэтому мне пол таблетки Ну, именно Хороших таблеток Не хватает У меня посуда чистая Сейчас открою Так Вот открыла Такие они Обычные Таблеточки Не знаю Попробую целую положить Потом попробую половинку Будет какая разница Или нет В общем, может даже целая Плохо будет быть Такой эксперимент У меня будет Ну, этот пишет Как экологический продукт Что они там Безвредные Эффективные И деликатное удаление Функция ополаскивателя Смягчает воду Нейтрализует запахи Ну, посмотрим Попробую Вот такие корейские штучки Потом Может быть Вам отзыв скажу свой Понравилось Мне не понравилось И Еще заказала Я вообще заказала Еще брошюрки Там не только вот эти У меня у Леры В пятом классе У них как Не всегда математика Была нормальная Ну, четыре Пятерки Четверки Пятерки Ну, как в конце года Начались дроби Все Съехали Прямо на тройке И не только она Многие Многие съезжают На тройке Ну, вообще Снижают С этими дробями Многие Их не понимают Ну, не знаю Короче Что там К чему Я сама Конечно, я в школе Решала их Но я уже забыла Как тоже Надо сама повторить И сейчас И мы поедем в деревню Я хочу все-таки С ней позаниматься Этими дробями Самой вспомнить Сначала Как там Это все делается Потом ей все Объяснить Я заказала Вот четыре тетрадки Там Занятий Но они идут По-моему, если не ошибаюсь Из Казахстана Даже И поэтому Долго идут Даже вот Завтра Послезавтра Может придут Уже Наверное, неделю назад Я заказывала Так в основном В Алберис Там один-два дня Я жду Вот Но это прям вот идет Издалека У нас вот такие Не видела Не продают Вот именно Их там выпускают В Казахстане Если не ошибаюсь Вот Ну и заказала Это я уже в другом месте Вот такие книжки Шпаргалки Тоже с дробями Ну это я думаю Школа Пятый-девятый Класс Тут Вот Кому интересно Я еще Честно не совсем Тут что-то понимаю Я говорю Это надо вспомнить Школу Вот Примеры Как решать Шпаргалки Есть еще шпаргалки Такие Английские Математика Вот дроби Потом математика Квадратный корень Русский Ну русский Слава богу У нас пока хорошо Физики Химии у нас пока нет Не знаю В шестом классе У нас что там будет уже Вот И Корней пока тоже нет Если ей понравится По этой книжке Ну как бы помощь хорошая будет Можно будет и другие Шпаргалки Стоило 100 с чем-то рублей Такая книжечка Все ждем еще Надеюсь придут до деревни Пока мы уедем Ну Эти Брошюрки С дробями И будем заниматься Хотя она уже там заранее орешься Я ничего делать не буду Я сначала хотела с ней книжки читать А потом думаю Блин По чтению По литературе У нее и так пятерка Что мне читать А вот по математике Надо трояк Как-то вытягивать Или в шестом классе Мне это будет тяжелее Так что будем по Там Час-два в день Хоть заниматься с ней математикой Так Небольшое включение Что у меня сегодня на ужин Как я уже говорила Мне там в комментариях Советовали блюда Не знаю Честно комментарий потеряла Я помню приблизительно Как там говорили Что перец фаршировать Ну вот так вот Отрезаешь лодочками Да Поперек Как вдоль Как он называется Вдоль Да И Фаршируешь Опять я накрутила Целую гору фарша С рисом С луком С чесночком Соль Там перчик И Смазала сметанкой И сверху посыпала Сыром Не знаю На сколько поставить Минут 40 Я думаю Не больше И будет готова Думаю Сейчас только Вытащила хлеб Ушик Правда Что-то у меня в этот раз Он подгорел Я уже его пеку Наверное Пятый или шестой раз Уже больше Недели полторы Ой Только свой хлеб Белый Кривовато Какой-то У меня конечно Видите Подгорает Но в принципе Она не очень чувствуется Не знаю Я наверное в этот раз Мне кажется Температуру Башую Слишком сделала Зато красивый Вот Что еще у меня Еще у меня Целая чашка Как обычно Осталось фарша Это сейчас на ужин Сейчас положу в духовку Вот И я сейчас Сейчас у меня тут Куча еще перцев Вот у меня пакет Там еще полтора Наверное пакета Сейчас буду фаршировать Вот так вот И завораживать Перец Ну без сыра Сыр уже Когда буду готовить Уже класть сыр Просто фарширую Его и все Вот А какой еще останется Перчик Если останется Ну вот у меня Еще там Если останется То Хочу заморозить Или оставлю Если мало останется Просто оставлю На салатике А еще я купила Дыню Спросу вам показывала Она прям зеленая Она вообще безвкусная Вон еще целая Короче И что я в дур Правда взяла Настя говорит Что ты взяла Говорит Она зеленая Что я не посмотрела Ну ладно Посмотрела Что делать с этой дыней Советует Шарлотку испечь Ну типа как из яблок Да Вот Сегодня хотела Но думаю Наверное Завтра испеку Уже сейчас провожу С этими перцами Пока зафарширую Уже блин Поздно Лучше завтра испеку Вот Может быть вам покажу Все Я буду класть Как обычный бардак После готовки Убирать Фу, как один перец нашла. Там прям даже гусеница вон сидит зелёная. Фу, фу, фу. О, сколько она делала перчиков. Тут 28 штук у меня получилось. Но это раза на три нам приготовить, покушать. Даже может на четыре. На три-четыре раза посмотрим. Остались остатки. Ну, не буду я уже их замораживать. Хотела порезать эти уж осталось мало. Так на салатчик или просто так поесть. Для заморозки надо будет ещё купить потом. Вот. Сейчас, если понравится, можно, в принципе, ещё сделать. Замораживать сразу. Я говорю, я раньше морозила. Просто брала вот такие перцы. Как бы делала такие стаканчики. Очищала их от семечек. Друг друга вставляла и замораживала. Чтоб зимой можно было фаршировать. А сейчас думаю, зачем мне вот так делать, если можно сразу с мясом. Так же быстрее. Раз, когда быстренько надо что-то приготовить. Не возиться. Так. Надо... Здесь пакет, видите, очень удобный. Я уже сразу говорила. На силиконовом коврике. Но я стала на нём хлеб печь. И он теперь вообще от того, что я пеку на нём, весь потемнел. Страшный стал. Чёрный. Надо ещё коврики купить. Один или парочку штук. На них и замораживать удобно. И печь удобно. В принципе, не надо бумагу это постоянно покупать. Если часто печём. Вот. А здесь отделала, короче, пакеты. Просто не знаю, хорошо потом отдерётся от них. Не хорошо. Просто от кориков очень нехорошо. А когда заморозилось, отдирается всё. И здесь тоже пакет на доску отделала. Ну всё, сейчас у меня идёт это всё в морозилку. Всё. И будем посуду мыть, убирать. Всё. Перчики готовы. Где-то около часа они у меня готовились. Ну где-то час, да. Тут всё убрано. Всё. Можно ждать мужа сработать. У нас уже следующий день. Уже следующий вечер. Я опять тут ужин готовлю. И испекла я всё-таки шарлотку. О, как вкусно ванилькой пахнет. Дыньки, правда, вкусные я не чувствую. Я вообще не очень любитель шарлотки. Вот именно за этих кусочков. Но всё-таки лучше съесть пирожок, чем безвкусную дыню. Не знаю, как на вкус. Ну, думаю, вкусненько. Ну, по крайней мере, сладко точно. Правда, там ещё дыня осталась. Ещё 100 таких шарлоток можно испечь. Не знаю, что с ней сделать. Я не знаю, может заморозить. Может потом испеку. Чего-то, если уж портиться начнёт. Так, что я тут ещё готовлю? Сегодня опять тушу курицу домашнюю. Там осталось немножко. Просто потушу без всего. И гарнир. Картошку просто отдельно сварю. И компотик у меня тут с малиной. И жимолость варится. Думаю, раз уж пирожок есть, надо компотик. Пришли, Лерина, тетрадочки. Про дроби, которые я вам говорила. Сейчас Денис принёс. Вот написано. Из Казахстана. Оттуда шли даже. Они такие маленькие. Ну, как тетрадки обычные. Размером. Ссылку я оставлю. Может кому-то понравится. Вот советую. Ну, я вообще не советую ещё. Ну, думаю, что хорошее. Что кто в пятый класс идёт, или кто вот уже прошёл повторить. Короче, это что? А сложение и вычитание. Сложение и вычитание десятичных. Тут обыкновенных дробей. Тут умножение и деление десятичных дробей. А тут умножение и деление обыкновенных дробей. Тут вот даже написано, какой первый. Первый надо вот этот проходить. Первый, потом второй фиолетовый. Третий синий. Четвёртый оранжевый. Тут даже написано, с какого надо начинать. Ну, тут сразу можно и писать. И объясняется. Правила. Всё постепенно. Не знаю, надеюсь, мы с ней поймём. Вместе будем разбираться. Вот. Короче, тут всё правило, правило, всё. И тут вот примера. Она должна будет решать. Прямо тут, в этой же тетрадочке. Вот. И в конце я так и читала проверочные работы. Уже без подсказок. Просто вот она должна пришить эти. Ура! Не надо будет карандашиком, чтобы можно было стереть. Да, если неправильно, чтобы можно было перерешивать. Будем делать. Вот так. Так что займёмся. В отпуске в деревне. Решениями. Вот. А вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. Всем счастливо. Денис сеги курит. Подписывайтесь. 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 Продолжение следует...